В Дагестане идет подготовка к масштабному конкурсу, направленному на возрождение нравственности. Цель конкурса – формирование нравственных чувств, учащихся в воспитании доброты и милосердия. Его участниками станут учащиеся образовательных учреждений разных возрастов. Добрый день! Добрый день! Мы рады вас видеть! Удачи вам дня! Приветственные слова для встречи гостей. Эти фразы должны выразить все уважение и признательность за то, что гости посетили ваш дом. Это одно из золотых правил нравственности, которому обучают в детском саду райские птички. Здесь полным ходом идет подготовка к одноименному конкурсу. Детишки учатся развивать навыки конструктивного диалога, делать выводы в рамках обсуждаемой нравственной проблемы. По конкурсу «Золотые правила нравственности» мы с детьми очень много внимания уделяем тому, чтобы рассказывать им сказки, готовим с ними разные творческие проекты в форме каких-то игровых разыгрываний, игровых ситуаций каких-то, заготавливаем персонажи какие-то, чтобы он мог общаться со взрослыми, общаться с людьми, научить его вести себя в обществе, уметь определять какие-то нравственные качества. Конкурс «Серьезное испытание для юных участников дошкольного возраста. Пора становления личности». Именно в этом возрасте закладывается основа мировоззрения человека. Детям на примере сказочных героев показывает всю красоту добрых поступков, дают представление о добре и зле. А кто твой любимый персонаж сказочный? «Морозка. Почему? Потому что там она убирается со собой, не оставляет грязь на доме». «А как ты думаешь, почему нужно делать добрые дела, уважать старших? Чтобы не получить грехи». Актуальность конкурса организатора объясняет тем, что нравственные нормы взаимоотношения между людьми постепенно забываются в обществе. И это причина того, что дети вырастают неподготовленными без духовных и нравственных устоев. Такие конкурсы позволяют внести значительный вклад в духовно-нравственное оздоровление нашего общества. «Цель конкурса – это развивать гражданско-патриотические, нравственно-этическую культуру во всех социальных слоях общества. То есть мы наблюдаем, что в образовательных учреждениях очень часто говорится о нравственности. Но это всё остаётся в теории. А необходимо, чтобы уже в жизни, на практике дети выбирали доброе, светлое. Поэтому в конкурсе рассматриваются и ситуационные задачи, где дети должны будут сделать выбор». Участниками конкурса могут стать все желающие, учащиеся образовательных организаций. Работы участников будут оцениваться отдельно по номинациям и категориям. Победители призёров наградят сертификатами и ценными подарками. Замрут Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.